Я вспоминаю молитву, которую научили меня, когда я был ребенком. Господи, я не достоин того, чтобы Ты сошел под мою крышу, но произнеси лишь слово, и моя душа исцелится. Ты произнес эти слова, и я почувствовал, что исцелился. Мне больше не кажется, что я ничего не стою. Ты знаешь, как заставить меня почувствовать, что я чего-то стою. Если бы я мог принести что-нибудь в дар всем человеческим существам, мой дар состоял бы именно в этом. Ты приносишь им такой дар, передавая нашу беседу. Мне хотелось бы продолжать это делать, когда наша беседа будет закончена. Эта беседа никогда не будет закончена. Хорошо, значит, когда будет завершена эта трилогия? Найдутся другие способы. Если так, я очень счастлив, потому что это тот дар, который жаждет принести моя душа. У каждого из нас есть что-то такое, что он может дать. Мне хотелось бы, чтобы это было моим даром. Значит, иди и дари. Старайся, чтобы каждый, чья жизнь соприкоснется с твоей, ощутил, что он чего-то стоит. Пусть каждый почувствует, что ему нет цены, просто потому, что он человек. Пусть испытает восторг, осознав, кто он есть. Пусть это будет твоим даром, и ты исцелишь мир. Я смиренно прошу твоей помощи. Ты всегда ее получишь, ведь мы друзья. Но я люблю беседовать с тобой, и мне хотелось бы задать вопрос о том, о чем ты уже говорил раньше. Я здесь. Говоря о жизни между жизнями, ты сказал, когда бы ты ни захотел, ты сможешь воссоздать переживание своего «я». Что это значит? Это значит, что в любой момент, когда ты захочешь, ты можешь появиться из всего сущего, как новое «я», или как то же самое «я», каким ты был раньше. Ты хочешь сказать, я могу сохранить свое индивидуальное сознание, свое осознание себя, и вернуться к нему? Да. Всякий раз ты можешь иметь тот опыт, какой пожелаешь. Я смогу вернуться в эту жизнь на землю тем же человеком, каким был до своей смерти? Да. Воплоти. Ты слышал об Иисусе? Да, но я не Иисус. Я никогда не утверждал, что похож на Него. Но разве Он не говорил, вы тоже будете делать все это и многое другое? Да, но я не думаю, чтобы Он имел в виду чудеса, подобные этому. Очень жаль, что ты так не думаешь. Ибо Иисус был не единственным, кто восстал из мертвых. Он не был единственным? Другие тоже восставали из мертвых? Да. Боже мой, но это же богохульство. Богохульство в том, что кто-то еще, кроме Христа, восставал из мертвых? Да, найдутся люди, которые скажут, что это так. Значит, эти люди никогда не читали Библии. Библии? Библия утверждает, что кто-то, кроме Иисуса, вернулся в свое тело после смерти? Ты когда-нибудь слышал о Лазаре? Ой, это несправедливо. Это сила Христа подняла его из мертвых? Совершенно верно. И ты считаешь, что сила Христа, как ты ее называешь, приберегалась только для Лазаря? Для одного человека за всю историю? Подобная точка зрения мне не приходила в голову. Говорю тебе, много было тех, кто восстал из мертвых. Много было вернувшихся к жизни. Это происходит каждый день, прямо сейчас, в ваших больницах. Ну, хватит. Это опять несправедливо. Это медицина, а не теология. О, понимаю. К чудесам, которые происходят сегодня, Бог не имеет никакого отношения. Только к тем, что происходили вчера. Хм. Хорошо, я просто привел техническое обоснование. Но никто не восстал из мертвых сам, как это сделал Иисус. Никто не вернулся из мертвых таким путем. Ты уверен? Да, почти уверен. Ты когда-нибудь слышал о Махаватарии Бабаджи? Я не думаю, что мы должны привлекать к этому у восточных мистиков. Масса людей не верит подобной чепухе. Понимаю. И, конечно, они не могут ошибаться. Объясни мне это прямо. Ты хочешь сказать, что души могут возвращаться из так называемой смерти в виде духа? Или если они этого хотят в физическом теле? Теперь ты начинаешь понимать. Хорошо, тогда почему этого не делает больше людей? Почему мы не слышим об этом каждый день? О подобных явлениях должны были бы сообщать по всему миру. На самом деле это делают очень многие, возвращаясь в виде духов. И должен признать, лишь немногие решают вернуться в тело. А, вот что, я понял. Но почему? Если это так легко, почему этого не делает больше душ? Дело не в том, легко это или трудно. Дело в желании. То есть? То есть, редко какая душа хочет вернуться в ту же физическую форму, в которой находилась раньше. Если душа решает вернуться в тело, она почти всегда возвращается в другое тело, непохожее. Таким путем она начинает новую программу, накапливает новые воспоминания, пускается в новые приключения. Как правило, души покидают тело, потому что они с ними покончили. Они завершили то, что было связано с этим телом. Они испытали то, что хотели испытать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова